здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях чек который имеет непосредственно отношение к люберцам потому что он здесь проживает ну по крайней мере сейчас во вторых мы будем говорить с этим человеком о легенде советской эстрады легенде российской эстрады в общем во всем по порядку сначала представляю вам солиста группы михаила танеча лесоповал александра соколова здравствуйте александр здравствуйте давайте сразу дам такой вопрос как вы стали то солистом это же группа такая известна как проникли туда я эту историю рассказываю постоянно ну давай краска она у меня да у меня знакомство с группа лесоповал такое да давние то история давняя началась в 94 году лет один раз мне было лет 15 то я пришел я был наглый артист из питера а в питере есть наглые артисты был полно вот наглый артист молодой из питера услышал о том что проходит прослушивание на должность солиста крупы лесоповал когда один солист уходил когда случилась трагедия до сереже коржу руку а вот тогда еще да и михаил саич решил он долго не решался лидия николаевна его сподвигла на то чтобы он продал это супруга лидии николаевна козлова это вдова вот она его сподвигла на то чтобы он продолжал группу лесоповал и они устроили кастинг вот я на него нагло пришел на этот кастинг то спел всем известную песню я куплю тебе дом по-своему то нет ну как спел так и спел к как мог в 15 лет стартались ну вот ну на что мне михаил саич сказал ну все хорошо но че с тобой делать-то буду я был такой худенький щупы ленький маленький и собственно на этом все закончилось вот и закончилось до 2017 года полу на 2017 году я уже пришел состав основатель а вы пришли сказали что помните вот был такой-то лидий николай я так думаю сказать что ну да такой мальчик николай да я и напомнил эту историю на самом деле конечно не помнит ее совсем я конечно напомнил эту историю я у вас был уже давным-давно лет 13 назад больше на конечно не помнит эту историю а что вы пришли просто одно по прослушиваться тоже или как это да нет мне позвонили сказали хочешь попробовать не будешь хочу и сколько вы уже в группе 17 17 года то есть это у вас уже шестой год уже шестой год но я напомню что почему мы еще пригласили александра но во-первых люберчане всегда приятно видеть в мире люберецкого телевидения во вторых все-таки в этом году 15 сентября исполняется 100 лет со дня рождения по этой песни к михаила исаевича танича 100 лет да да кстати александр видел его живым и и что как у нас принять живем да вот во вторых все таки это поэт интереснейшей судьбой вот мы с александром выяснили что когда-то мы уже встречались на одной из радиостанций где я работал и там собственно говоря ли николаевна рассказывала много раз об этой сложной судьбе об их взаимоотношениях кстати сама ли николаевна автор для того чтобы для понимания тех кто может быть не в курсе автор знаменитой песни а паромщик да по-моему да айсберг да айсберг а не только да автор знаменитой песни айсберг снег кружится тоже и да да и снег кружится тоже ее песня вот и собственно говоря она рассказывала очень интересно семейной жизни о творческой когда два творческих чека как они уживаются и так далее поэтому все это наверное можно найти на просторах интернета но саша мы поговорим сегодня вот почему лесоповал до сих пор ведь эта группа действительно такое детище танича когда можно было говорить о сложной судьбе о тюрьме до соответствующем материале а всем казалось все песни татани честные перечислять у нам эфирная она не хватит всех хитов там абсолютно верно песни то совершенно рай комарова знаю зеркало то что еще куча детских песен вот давайте вы сейчас пока это расскажите почему все таки лесоповал я прям список этот сейчас найду просто да будет быть правильно почему-то он взял лесоповал когда казалось бы это такая сложная тема и название и как коллектив сегодня вот эту танеческую структуру держит ну вот мы для себя как бы коллективом всем так вывели наверное такую формулу что лесоповал это отдельный жанр прямо можно сказать что это отдельный жанр лесоповал что то свое собственно жан сон и ну нельзя его отнести не какой-то блатной лирики ни к чему до таком не к попсе совершенно что-то свое и ну неповторимое потом наверное роль играет именно с текст именно слова о судьбе человека авторский то есть текстовая конечно нагрузка именно смысловая смысловая именно смысловая плюс плюс конечно работа композиторов это же очень серьезные композиторы работают работали и работают до сих пор потому что очень много стихов танеча осталось еще которые не переложены на музыку и выходят новые песни ну правда понятно чтобы стихи заканчиваются и все меньше и меньше но тем не менее новые песни выходят недавно вышла песня рахманинов вот и сейчас завоевывает как бы свои места в хит-парадах опять же в шансоне там сейчас мы тоже ворвались чуть-чуть с этого с этим рахманином но насколько я помню альбомов очень много в группу лесоповал потому что как бы идет такая ну вообще концертная творческая работа и записывающая работа и работа над альбомами и так далее вот коллектив лесоповала он же как-то меняется да ну да мы вспомнили замечательного солиста который к сожалению шел из жизни рано и как вы сказали даже коллектив мог до распада в общем то в итоге вот но потом были и другие ребята и так далее и времена становления там двухтысячные вот до сегодняшнего дня группа как бы вот она есть все ее знают и так далее не скажу что может быть все проникновенно принимать все до материала но тем не менее ну есть свой хит как говорится это уже как конечно вот кто сегодня зритель кто приходит слушать именно группу лесоповал потому что одно дело это эстрадный концерт из песен танич который мы скоро напомним нашим зрителям да а другое дело когда все таки это вот как вы говорите отдельный жанр кто эти зрители совершенно разные зрители вообще разные зрители и сейчас как ни странно молодеет очень здорово зрить девчонки молодые мальчишки пацаны все совершенно разные возрасты совершенно разные от молодых к нам девочка приходит постоянно на концерт с родителями маленькая девчонка давай совсем маленькая и как ни странно постоянно просят песню шумон но что-то не нравится как табо и цепляет кстати то это такой вопрос сейчас критики этого жанра могут нас так сказать или николами тоже помню этот вопрос задавал вот все таки в нашей стране очень распространен этот жанр городского романса зову его так как он назывался раньше наверное это правильно говоря еще таким языком приближенным к семидесятым годам нас очень было популярно такое сочетание блатная песня не все понимали что такое блатная но было такое вот потом появился еще такой авторская песня да ну там мы берем сейчас уже исключительно под гитару но все-таки есть такое ощущение какого-то такого тюремного немножечко содержания а немножечко показывающего какие-то вот более сложные жизненные отношения человека между людьми со средой да вот нет ли в этом какого-то воспевания чего-то спрашивают некоторые на телезрители я вот поэтому и говорю что скорее всего они ошибаются и заблуждаются потому что танич это не про тюрьму то танич это не про блатняк танич это про человека в первую очередь попавшего в разные в разные жизни ситуации совершенно в разные и если прийти на концерты послушать вот всю канву к тому же у нас я же не единственный солист настроен и традиционно до 3 солиста всегда были лицевали спала у нас у каждого свой образ своя история и мы переживаем каждый свою историю по-разному и в текстах песнях танича все-таки на первом месте это душа это человек это любовь это любовь к жизни в первую очередь ну к женщине само собой вот она поэт песни к это и так и должно быть прежде всего любых женщинами кажется ну да а потом уже все а потом все остальное ну потому что от женщины все идет как бы в нашей жизни так что там там все-таки больше о человеке они о тюрьме и поэтому есть песни которые там ну типа ворой россии например там еще такие спорные но это же сатира но с другой стороны давайте вспомним 90 там года вы сами когда прослушивались вы же помните эти годы на них раз да чего творилось и собственно говоря если мы вспомним 70-е годы да уж если даже 50-е годы холодное лето 53 года до фильм и так далее ну и сама подача и столько воевала страна и гражданская война была и так далее я почему еще помню что ли николана рассказывала по поводу того что действительно людям казалось особенно еще когда вы только лесоповала начал появляться вообще он мог не появится да если вы вообще не до не времена не поменялись бы и всем казалось вот у нас же как принято люди иногда не знают биографию человека не узнает через что он прошел да и вдруг такие стихи вот я обещал давайте мы просто пробежимся сейчас по некоторым песням значит который написал танец но здесь и белая черемуха и бархатный сезон причем идет только по буквам и да я еще на букве b я очень много пропускаю здесь даже радмила караклаевич для телезрителей старшего поколения была такая певица даже она спела песню маленький кораблик да да на секундочку вот на своем языке аида видишь его это исполнители будь что будет пела песню да значит саду играет музыка владимир мигуля имена-то какие алена апина вечеринка пожалуйста ну то есть для для всех зелем хватало бить о кузелке витек убегает на утек да игорь димарин пела любовь успенская пел лариса долина вишни значит кстати музыка яна фрэнкеля здесь их композиторы как и действует пособие потрясающе возьми меня с собой а невестки это я еще в букве в очень букве в но и на программу них вода а для аллы борисовны и еще других коллег до баками инструментальный ансамбль добрый молодцы клавдия шульженко исполняла песню домовой значит на стихи то нища и так далее и тому подобное поэтому знаете он наверно относится к тому композитору к тому поэту да а по это тоже немножко композитор звуков композитор слов он как с одним кстати композитором шучу а вот это написал там у моцарт например тоже это даже вот мне кажется что есть на такое ощущение что вполне танические стихи и вот возникает вопрос может быть вы спрашивали почему он так много написал вот бывает чек может много 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 пишет и все как-то но не в струю а бывает когда пишет пишет и все в струю вы до сих пор еще ну конечно сколько лет прошло от его ухода вы на его материале существует да и не только мы да не только лесопаловну в огромное количество артистов существует на его материале до сих пор и узнаваем и до сих пор откуда такая работоспособность тут сложно сказать он к по рассказам лид николаевна он вот был такой пол мог стать ночью и и разбудить начать там читать и стихи которые только что написал то есть он творил постоянно всегда и днем и ночью то есть человек работал наверное от количества работы есть результат плюсу мы правильно сказали что судьба у него ну непростая да это и война и судимость из высылка за 101 и да вот эти все истории когда он не мог попасть в москву да это что пришлось брать физически жизнь закончена для него была фактически да да он ну когда он в перестройку только уже смог сюда прибыта закрыты все двери вот и тем не менее даже не по не попадая в москву его песни звучали да то есть под под понятно по псевдонимом но звучали и стихи и песни печатались конечно это вот это все пробивать вот это все переживать постоянно и постоянно находиться в какой-то борьбе наверное в этом кроется какой-то секрет ну найда преодоление вот этих препятствий человека заставляют что он все время в движении он не может остановиться ни на минуту сейчас мы сделаем вот мы можем на минуту буквально может быть даже наименьше остановиться потому что первая часть нашей встречи подошла к финалу первое деление нашего такого концерта текстового а во второй части продолжим напомню что у нас в гостях александр соколов солист группы михаила танюча лесоповал дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях александр соколов солист группы михаила танюча лесоповал мне почему-то все время хочется сказать молодой солист 6 год работаете а к агастрольной деятельности насколько я знаю лесоповал очень востребованный коллектив то есть на всевозможных ну как говорят артисты и гарантированных концертах и гастрольных где просто вот что называется на кассу работать это так действительно много работаете много работаем тем более в этом году в юбилейном плотный график достаточно фактически начать станешь а такая да за существующая сегодня да то есть достаточно плотный график ну понятно бывают просадки было какой все но тем не менее график достаточно плотный работаем дарим людям какие-то эмоции городах до понимаю прекрасно что может быть некоторым надо да напоминать что это слова танеча там знаменитая песня но я куплю тебя дом понятно ну да что все все знаю на ура да это такое знаете хорошем смысле слова отель калифорния когда есть вот хотела да вот но так как творчество продолжается танеч по-прежнему с нами это здорово к новые песни как тут поддаются как люди их принимают одно дело когда слышат уже альбомы покупают музыку можно в интернете найти как новые песни принимаются но по-разному раз по-разному да фанаты бывают такие которые говорят что вот что-то не то или наоборот это супер бывает что их это все как и все как у всех бывает что хотите бывает что наоборот заходит вот я уже говорил про рахманинова не хлопай дверью новая песня вышла ну как она уже сколько и два года но она относительно новая еще что у нас фильма например песенка тоже зашла очень здорово вот а вы как проверяете вот новая песня до прошло не по здесь вот пройти концертный зал разное здесь так а там вот так ну как ну да конечно как как у всех всегда надо какое-то сделать фокус-группу хорошо а теперь о том как работает коллектив потому что я знаю что по крайней мере когда мы среди николаевны встречались я так понимаю что это такой профессиональный но прямо как вот я не знаю как на работу до в хорошем смысле слова когда не просто так вот снизошло давай сегодня по репетируем да то есть серьезный такой процесс как он проходит как вы все это как часто вы проводите репетиции или вас есть какие-то дни для студии вы нет ну мы репетируем конечно но это не происходит чаще перед концертами серьезными какими-то когда большие площадки когда много концертов нет времени лучше репетиция до конца конца ткань поэтому прямо с игровка такого до такого расписания четкого у нас нет вот но когда какие-то серьезные большие площадки мы собираемся да в студии делаем какие-то выборки делаем какие-то пробы иногда бывает что у кого-то песенка по заходят лучше у кого-то хуже где-то послушали сделали свои выводы сказали ну ты будешь лучше петель это ну давай вот будешь а ведь у вас там конкуренцию знать как в детском хоре я солист не да нет такой прямо жесткой конкуренции непонятно что есть допустим песни которые хотят петь все но как-то договаривали договариваемся да не то что по очереди просто ну договариваемся и все так шум рожу а бывает такой период когда вот пишется альбом когда вы от гастроли отказываетесь или нет такого специального времени такого нет специального времени у нас я знаю да есть коллективы которые прям садятся где-то запираются и пишу у нас нет такого приезжаем композитору работаем с композитором поймут и кстати это очень хороший опыт именно работа с автором вот и лидия николаевна она очень здорово помогает как наследница да как такой как творчество вас и да да и голос тадича оставшийся здесь она очень здорово помогает именно с текстом именно расставлять акценты в тексте правильные и тогда меняются и смыслы тоже потому что мы можем что-то не понимать ну да там конечно немножко по-другому подход обратная связь пишут ли вам поклонники понятно что есть интернет ну да группы и так далее чего как тут в этом интернет мире вы существуете раньше когда-то давно письма приходили на сейчас сейчас письма в интернете приводите да у меня большая проблема я тяжело с интернетом дружу просто да да и много пишут но я не успеваю отвечать совершенно вообще а у вас нет специального человека который не это отвечает нас вы прямо сами видите как хорошо то есть можно написать дай но я не успеваю вообще отвечать на какие-то просто не а у меня был день рождения недавно это я просто на сотом сообщении просто перестал телефон брать потому что уже все я не могу всем и ну тяжело прошедшим спасибо нам повезло да еще немножечко поговорю о музыке всем музыкантам сдаю вопрос тем более вы человек поющий солист это не каждому дано такое право вот если не такое ощущение что много очень хороших замечательных голосов и конкурсов соответствующих до где мы видим действительно вот ребята сами разный возраст до у нас теперь дети поют и и внуки и бабушки и дедушки все поют и действительно есть замечательные исполнитель только с глобальный музыкальный кастинг они потом куда-то растворяются и исчезают вот группа лесопова она всегда до стояла особняком но над х всегда была настоящая то есть вот мы так поем мы так делаем и вот раньше было слово имидж который не все любили а это стиль стиль больше звучит лучше сегодня вот почему то есть такое ощущение что не создается таких новых стилей любая алюна пина ради бога тоже вариант но или мне кажется или это уже какие-то бурчания стариковские начинаются вот по моему мнению то у нас почему-то творчество превратилось соревнование то это лично она может быть неправильным я не знаю но лично мое мнение вот за всеми этими конкурсами кучей конкурс у нас голоса стали соревноваться друг с другом а не дарить что-то свое что-то особенное то есть телезритель слушатель как бы на втором я вот я хочу вот быть у меня вот мелизматика здесь вот такая вот я покажу себя я себя люблю они а эксперт прокомментирую то есть я нет ни не творчество люблю а люблю себя одного но это мое мнение обманом на вашего дни права поэтому мне кажется вот и не рождаются таких коллективов и таких исполнителей потому что все начинают друг с другом соревноваться почему-то хотя из посмотрите какие замечательные вышли с тех же конкурсов вокалисты допустим пана йотов да или чумаков потрясающие же вокалисты совершенно и материал хороший у них ну то есть не менее появляются можно сделать вывод что надо просто петь ну конечно просто пить ездить с концертами и вот кстати телевидение тут наверное тоже сыграл такую роль я с вами согласен хотя работу на телевидении вот что как не включишь какой-нибудь новый конкурс сейчас новый сезон открывается телевизионный опять новые там варианты есть все поют и как такой микрокруг одни и те же поют друг другом соревнуются старенькие со старенькими или с молодыми и так далее и тому подобное а где собственно просто творчество ведь раньше я помню когда каждая песня выходила какого это был обязательно тогда записать на магнитофон или пластинку купить и так далее а сейчас вроде много всего но как-то вот теряется это все но завершение нашего сегодняшнего разговора возвращаясь к танючу мы понимаем делаем такие выводы что поэзия особенно нашей песни до славянской такой сложный конечно танец стоит в пятерке в десятке лучших поэтов-песенников слава богу нас их много да но не так много поэтов которые так много написали как танец и радостно что до сих пор как будто бы он действительно с нами и стихи эти появляются данные да еще сколько есть дам мало того ведь есть возможность какие-то стихии по-новому сделать кто же помешать если захотим верно второе это то что создан коллектив и усилиями самого танец и его супруги или николаны козловой и те люди которые работали в коллективе и которые работают это действительно совершенно особая команда бригада много раз работы на радио тоже приходили мы общались и так далее но я не могу не адресовать вам вопрос 400 лет люберцам в этом году а вы живете в люберцах а люберцы как известно тоже зря я группу одну еще вспоминал как вы-то попали в люберцы в люберцы случайно в люберцы я попал нет не случайно я попал сюда служить в армии и задержался и задержался понятно так что вот так то есть вот как случайно как говорится просто совсем я даже не ожидал что ну будем завершать почему потому что у вас еще и так понимаю и завтра и послезавтра куда-то вы поедете выступление сто лет действительно это важная такая дата у нас не стоялась сегодня задачи прямо вот так говорить о танече потому что такой серьезный биографическая должна быть работа когда там не жизнь там целая книга да там целая история как что-то говоря любого человека но очень приятно что как вы говорите молодые люди приходят послушать некую другую вот другой стихотворный ритм другие какие-то мелодии другой композиторов которые мне кажется любой композитор от мала до велика если мускать хочешь написать музыку на слова танеч впереди паровоза побежда конечно по ходят просят да еще и конкуренция в завершении все-таки вот этот феномен лесоповала вот это можно его назвать каким-то вот сейчас говорят много патриотическом воспитании о каком-то таком о русскости до славянском подходе можно назвать что так так оно и есть но я думаю что да его есть же куча песен россии и о войне в том числе и о подвиге в том числе конечно это это все про нас это все про танечи и про лицепал в том числе ну и как вы понимаете сто лет мы не можем не задать вопрос как они отмечаются на самом высоком уровне какие-то запланированные события мероприятия ну начнем с того что сейчас все концерты они проходят именно под этим знаком столетия михаил сайча ну а главным событием скорее всего у нас станет концерт в кремле 6 ноября который состоится 6 ноября в кремле в кремлевском дворце приходите всех ждем но мы так понимаем что там будут все кто только как вот песня года просили все будут потому что вот чем еще фантастичен был танич да и есть можно так сказать что у него находились песни как мы перечисляешь репертуар для всех кстати советую просто зайдите в наберите стихи михаила танича я думаю вы удивите будет и это он я и это да я придумал рубрику такую вот виду насчет интернета виду рубрику такой что не день то танич я утверждаю что просто на каждый день недели на каждое событие можно найти песню танич вот тут утверждаю и нахожу потому что даже на недельку до 2 хорошо спасибо огромное александр соколов солист группа михаила танича лесоповал который сейчас вместе со своими коллегами по группе участвует в этом можно сказать тур то посвященное столетию михаил исаевича ну и 6 ноября концерт кремле если удастся получить билет я думаю вы увидите там много интересных людей ну и конечно же группа лесоповал спасибо вам большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания у ну но в